Всем привет, с вами РУ Новости на телеканале РУ ТВ Беларусь и я Оля Крупенкова. Сегодня мы пришли в парк Дримленд на масштабный грандиозный фестиваль Энергия Лето. Шесть площадок, 80 диджеев. Мне не терпится посмотреть, так что поехали. Люди, вот вообще как вам пришла мысль в это поиграть? Ну как бы ходили здесь, многое попробовали, увидели этот футбол как бы нестандартно и поэтому привлекло нас и решили попробовать. Виктор, здравствуйте. Здравствуйте. Это ваша сегодня радость. Расскажите, что же за замечательный вид спорта такой? Ну это новый вид спорта, как бы смесь футбола и контакта, но такой контакт, скажем так, нетравматичный. Когда люди хотят хорошо побегать, потолкаться, вот эта игра как раз таки для этого. А как правильно называется эта вещь? Бабл футбол. Скажите мне, главная причина, почему вы все-таки пришли на Энергию Лето? Послушать крутую музыку, отдохнуть. И поиграть в футбол. Там люди танцуют, тут люди отдыхают. Там люди отдыхают, курят кальяны. Все очень клево, всем все нравится. Я, конечно, не эксперт в кальянах, но вкусов бывает много разных. Все-таки давай свой профессиональный совет. Что все-таки надо курить на Энергии Лето? На Энергии Лето нужно что-нибудь свежее и, как показывает тренд, свежекисненькое что-нибудь. А это уже подберем индивидуально для каждого. Артем Артен, привет. Всем привет. Это один из немногих белорусских диджеев, чьи треки отыграли мировые знаменитости. И, конечно, я очень рада, что сегодня здесь, в Дримбленде, мы также послушаем, оценим. Ведь с Топ-Сто мы тебя, кстати, не видели. Расскажи, как у тебя дела? Да, давно не виделись. В принципе, как? Выпускаюсь, пишу музыку, выступаю, все по плану, карьера идет. Часто ли тебе удается в Гродно выступать? С удовольствием всегда выступаю на родине своей. Все-таки есть ли разница между белорусскими и городами? Или все-таки Беларусь, во всех городах приблизительно одинаковая публика, одинаково себя принимают? Думаю, все-таки, наверное, как-то по-особенному. Не знаю, мне кажется, зависит все организация. Если хорошо организовано, то народ везде принимает. То есть, как бы, везде как-то кто-то где-то знает. И, в принципе, собирается, везде очень хороший прием. Но Беларуси, да, Беларуси всегда очень приятно играть. Так по секрету, скажи нам, все-таки, как думаешь, сегодня хорошо организовали все? Да, думаю, неплохо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, что-то интересное здесь есть. Давайте спросим. Расскажите, чем вкусно мы угощаем? Мы угощаем живой едой сегодня всех. Исключительно живой едой. Знаете, я вот первый раз вижу что-то подобное. Порекомендуйте мне, что вот из этого можно попробовать. Я вам рекомендую попробовать мороженое фруктовое лёд. Здесь очень много. М-м-м-м-м. Потрясающе. Энергию лета будем черпать из места. У вас есть какой-нибудь секретный секрет, при помощи которого вы делаете ваш шашлык особенно потрясающий? Главное – любовь и хорошее настроение. Итак, ребят, я сегодня рада, что вы с нами на энергии лета. Будем сегодня заряжать. Расскажите, чем будете нас сегодня удивлять и радовать? Сегодня будет много интересного, эксклюзивного материала, как от нашего проекта, так и от разных продюсеров по всему миру. Расскажите мне, пожалуйста, всё-таки сегодня вы играете с многими такими топовыми артистами, да? Ваше мнение о сегодняшних ваших коллегах? Может быть, с кем-то из них вы уже хотите поработать, поиграть, записать что-нибудь? Ну, мы со всеми ребятами хорошо общаемся, дружим. В частности, с Артёмом Арстоном, большой талант из Белоруссии. И с кем-то уже работаем, с кем-то уже работали. Фестиваль очень крутой, место прикольное. Надеемся, что будет круто. Как часто вы вообще бываете в Белоруссии? Мы были в Белоруссии один раз год назад, но это было заведение более камерного типа. То есть это был как бы танцующий бар, так назовём его. Заведение называлось «Сад». И в тот раз мы играли абсолютно другую музыку. То есть у нас есть разброс, так скажем, от какого-то хаоса, которые играют на более летних площадках, более спокойно, имеется в виду размеренный темп и так далее. Здесь же всё-таки больше формат фестиваля. Соответственно, мы будем подстраиваться под формат. Ну, и как бы нам это близко. Кстати, вот организаторы говорили, что они в этом фестивале черпали вдохновение, собственно, из Alpha Future People и Tomorrowland. И вот как вы думаете, насколько это реально и вообще нужно ли вот так стремиться к каким-то идеалам? Конечно. Конечно, это нужно и это правильно. Всегда черпать откуда-то вдохновение и пытаться перенести опыт зарубежных коллег на свою страну. Минск в этом плане вообще большие молодцы, потому что это уже не первый большой фестиваль. Как это назывался? DJ Mag Top 100, по-моему. Да, это было очень круто. Это было очень круто. Надеемся, что сегодня будет тоже круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С нами Яна, группа Синдикат. Здравствуй, Яна. Привет. Расскажи, чем сегодня порадуете? Мы открываем, в принципе, энергию лета. Мы показываем свое Синдикат-шоу. Это пять человек, которые... Это самые творческие ребята. Мы поем песни. У нас будут диджейские ремиксы на самые популярные сейчас американские песни. Скажи, Ян, сегодня такой богатый у нас список артистов, да? Столько диджеев. Вот кто из них тебе больше нравится? Скорее всего, это Бобина, Арстон. С нами Ольга Коробчиц, продюсер-шоу Синдикат. Привет, Оля. Привет, привет всем. Расскажи, чем сегодня порадуют твои девчонки? Новое эксклюзивное шоу в этом году. Сегодня премьера. Будет очень классно. Это не похоже ни на что, то, что здесь будет происходить. Оля, сегодня много диджеев, да? Около 80 человек. Кто из них твой вот фаворит сегодня? Ой, я так не могу сказать. Чтобы мне был самый-самый любимчик, да? Но, ребята, все классно. Здесь очень классная атмосфера, очень круто. Все на позитиве. К вечеру нас радует солнышко, хотя с утра было пасмурно. Я думаю, что вот фиг всего будет как раз на Синдикат-шоу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Синдикат-шоу. Магнитный слайдер. Сегодня просто взорвали дрим. На самом деле, я не преувеличиваю. Как только вы вышли, все сразу сбежались. И прям вот отрывались до последнего. И я уже чуть стою на самом деле. Было очень здорово. Ребят, скажите, вот как у вас впечатления от сегодняшнего мероприятия? Знаю, что организаторы сказали, что это будет что-то типа белорусский Tomorrowland или Alpha Future People. Получилось? Да это круче. Мы уже не первый раз здесь. И организаторы с каждым годом все себя преврасходят и превосходят. Поэтому мы кайфанули полтора часа. Я думаю, мы бы часа три играли точно еще. И кайфовали вместе со всей публикой. Я бы точно три часа еще без проблем с вами протанцевала. Все-таки энергия лета, да? Как вы думаете, как правильно черпать эту энергию этим летом? И где ее брать? Ну, в Минске обязательно нужно ходить на фестиваль энергия лета, который проводится уже пятый год, насколько я помню. Мы пятый год здесь выступаем. С каждым годом, как Кирилл сказал, уровень его растет. И в этом году вырос реально до уровня европейского фестиваля. Где мы черпаем энергию? Вот как раз подобных фестивалей. И вот все наше лето, оно состоит из open air-ов, фестивалей на открытом воздухе. И это круто. То есть мы каждый год ждем лето, чтобы выступить перед большой толпой людей, которые любят нашу музыку. Потому что, честно, клубы, клубы, бары, ну, это как-то не та энергетика, не та атмосфера, сами понимаете. Поэтому ходите на рейвы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, скажите, кто сегодня из музыкантов взорвет или взорвал? Или взрывает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Авермакс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где вы будете черпать энергию вот в этом году? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот на энергии лета. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Правильно, я тоже. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, как оно? Ну, неплохо. По сравнению с прошлыми годами чувствуется уровень, конечно, совсем другой масштабы. Ну, главная сцена, конечно, удивляет, приятно. Вот. В принципе, неплохо. Тут вообще много локаций сегодня, 6 сцен. Где все-таки тебе кажется самый кач? Ну, конечно, на Мэйне. Ну, в принципе, Саммерстоище еще более-менее удивляет. Даркстоище, насколько я понял, там тоже интересные какие-то происходят моменты, там фаер-шоу. Но основная как бы движуха здесь, конечно. Классно отыграли Stadium X. Действительно удивили. Чувствуется уровень зарубежный. Ну, как бы прикольно, да, в этом плане. Еще, конечно, было приятно увидеть салют впервые на наших фестивалях. Так что как-то так. Кристина, скажи, кто сегодня, на твой взгляд, самый качевый кач устраивает здесь? Ну, конечно же, Бобина. Мы еще пока не слушали остальных, но пока что Бобина. Где ты будешь брать энергию этим летом? Где ты будешь ее черпать? Из музыки однозначно, из творчества в целом. С нами Дима Бобина. Привет, привет. Привет. Здрасте. Прямо вот со сцены горяченького мы тебя забрали в наши жаркие объятия. Ну, как твои впечатления от сегодняшнего выступления? Ну, на самом деле, Минск – это один из моих любимых городов. Но я не льщу, я говорю совершенно искренне. Мне кажется, ни одного плохого выступления не было никогда в Беларуси. Не то, что даже в Минске, а даже в Беларуси. Сегодня было не исключение. Много людей. Они танцевали, прыгали, кричали. Руки вверх поднимали. Но я, как артист, так остался очень доволен. Сегодня также много других выступало здесь из России артистов. Да, в том числе и в Венгрии, белорусы. Вот кто-нибудь, может быть, тебе особенно понравился из сегодняшнего лайнапа? А, ты знаешь, я на самом деле не успел никого послушать, если быть откровенным. Потому что я приехал на мероприятие, перекусил, пришел, встал, выступил. И вот сейчас я уже с тобой говорю. Вот Фила слушаю. Ну, там весело, все классно. Отлично. Ну, Фил всегда хорош, ладно. Люблю только вопрос задавать артистам, в том числе из ближнего зарубежья. Кто из белорусских диджеев тебе нравится больше всего? Из белорусских? Да. Но если быть откровенным, я знаю только Арстона. Это уже неплохо. Да, нет, но я сегодня его трек играл. Вот. И, ну, я прошу прощения, если я кого-то забыл, но вот мне Арстон единственный, кто приходит на ум. Мне нравится музыка его. Александр Спарк, может быть, Александр... А, да, я слышал, слышал. Я знала, что спрашиваешь. Дим, давай пару добрых слов для всех вот этих людей, которые сегодня зажигали вместе с тобой. Я даже микрофон у тебя возьму. Давай. А это я, Дмитрий Алмазов-Бабина. Хотел бы пожелать вам всего самого наилучшего и искренне. Желаю слушать много качественной музыки на подобных мероприятиях. И очень надеюсь, что в вашем городе их будет с каждым годом все больше и больше и больше. Потому что это весело, позитивно и, в принципе, я думаю, вы все, вне зависимости от того, были ли вы здесь или нет, я очень надеюсь, что вы получили хоть небольшое удовольствие хотя бы от этого интервью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жень, скажи, сегодня кто, на твой взгляд, качал больше всех? Из тех, кто сегодня выступал, я считаю, что Бабина, Фил уже просто порвали танцпол и своей шикарными треками, музыкой зарядили энергией всех. Скажи, какая из зон в Дримленде сегодня тебе понравилась больше всего? Я не отхожусь от главного танцпола, потому что там мои любимые диджеи, как я уже выше сказала, Фил, Бабина. И еще жду спарка. Итак, с нами диджей Фил! У-ху-ху! Просто вытащили тебя практически из объятий фанатов, Фил. Я рада, что успел, все-таки сегодня к нам прилетел. Да, это была большая проблема, потому что сегодня утром я вылетал из Болгарии, и я приехал, у меня должен был в 12.40 быть рейс до Москвы, а потом из Москвы спокойно в Минск. Но мне сказали, что мой рейс перенесли на сутки вперед, а других билетов нету, и самолетов тоже нет, а все остальные, которые есть, они все переполнены. Всеми правдами и неправдами выцеплял билеты, в итоге вечером в 20.40 прилетел сюда, и очень рад. А здесь в итоге потерял сумку где-то со своими документами, я, честно говоря, переживаю по этому поводу. Все документы, то есть, возможно, я останусь в Минске навсегда, понимаешь? Два паспорта, российский и заграничный, ну и все остальное. Ну вот, в общем, если вы увидите Фила на улицах в ближайшее время, вы знаете, знаете, в чем дело. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, оставайся, я думаю, все будут очень рады. Ты, в общем, не пожалел, что все-таки примчался? Конечно. Как? Минск, я всегда говорил, и буду говорить, имеет особую атмосферу, особую музыкальную атмосферу. Я знаю, куда я еду, я знаю, что я получу, и поэтому я знаю ребят, организаторов, с которыми мы работаем уже много-много лет. Я знаю тебя, я знаю людей, которые в округе. Вот, ребят, и поэтому это очень круто. Спасибо большое. Вот и подходит к концу фестиваля «Энергия лета». Мы поздравляем всех, кто сегодня отрывался вместе с нами, и желаем каждому найти свой настоящий источник искренней живой энергии. Ну а с вами были новости на телеканале «Рутовая Беларусь», и я, Оля Крупенкова. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин